очень важно чтобы свет не погас как я помню не напомнила александра что у нас с вами было две попытки и оба раза свет газ это конечно было очень смешно потому что как вы приезжаете свет что-то происходит богу не угодно хотели помещать да да какие-то черные черные наверное дьявол там присутствует вот так вот хорошо ну что аппаратная может начнем скажите нам прекрасно поехали времени мало доброго здоровья пані и паново меня называют микола вересень и мы с вами приблизно 25 хвилин будем разбирать честно говоря что даже меньше разбирать мы будем про украину безперечно но таким грузинским оком мы будем смотреться на украину георгий вашан за у нас в гостях людина которая помогает украинцам своего часа это был заступник министра в грузии а теперь она помогает украинцам сделать так как в грузии а за загальной думкой в грузии все чудово выходило с реформами на обмине от украины где не все чудово я перехожу на российскую мову я кучу все еще памятают украинцы и все еще памятают грузины здрасте спасибо что пришли ну что а почему так быстро получилось у вашей стране и так медленно получается в нашей стране я думаю 145 кто или 1450 я думаю что тут один из главных моментов конечно же момент подхода как какой подход в это в реформах я думаю что несколько правильных шагов которая была в грузии предпринята и один из самых главных было четкое видение и что мы хотели достичь то там борьба против коррупции граждан ориентированные реформы но самое главное кто этим занимались этим занимались ребята которым было мне тоже тогда было 23 24 25 понимаете и я я вот сегодня тоже смотрю на это один из главных факторов я думаю как раз вот это молодежь у которого нету опыта потому что сегодня в украине опыт коррупции очень 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 не очень не очень да чирашний да и очень многие говорят что нам нужны опытные люди какие какой какие опыт самое страшное да это страшные слова и там критикую что почему без опыта людей кто-то если катя хотя бы одного двоих назначили да как они их выбрали как раз надо выбирать людей у которых нету опыта да потому что молодых мечтателей да которые хотят всего добиться максималистов которые дном и ночью работают да когда тебе 40 45 50 и думаешь а детей внуки там не знаю семья и так далее как ты тебе 20 23 25 ты думаешь что я что-то должен сделать я изменю мир конечно и вот эти мечтатели должны прийти во власть да и они должны эти реформы делать давайте прямо скажем если некоторые министры вообще не будут министерства вообще не будут функционировать мы даже не почувствуем и чего так что давайте дадим все это возможность ребятам огромный огромный ресурс мало я с молодежи в украине уже четыре года украина для меня как вторая родина да потому потому что уже каждую вторую неделю я в украине там общаюсь со всеми и лучше всех вот эти идеологии новые какие реформы надо делать это понимает молодежь потому что у них в голове нету бациллы вот этого совка нету бациллы этого как его коррупции понимаете бюрократии где приходишь в основном департаменты говорят что вот так нельзя вот это нельзя там закон мы не можем да мы там подзаконы там что-то а вот если там нормальные люди работают для них все можно не вы не существует ничего что невозможно для молодых так сказать целеустремленных амбициозных давайте скажем людей да и когда вот эти люди начнут реформы делать их вот это будет заражать не коррупция а наоборот результаты понимаете лучше всех когда ты видишь что ты чего-то достиг я когда первый рейс построил и как бы начал в этой смс высылать ваш паспорт готов и так далее и когда у нас был наплыв позитива со стороны граждан я себя чувствовал не знаю там я думаю что я самый лучший в мире понимаете я еще больше хотел работать еще больше дошли до дому вести ци где на машине заезжаешь и прямо с окошка сейчас паспорт получаешь или в кафе сидишь и не знаю там официенту заказываешь там паспорт регистрации компании регистрации рождения ребенка там же бракосочетание пёс кофе стейк заказываешь салат заказываешь не знаю пельмени заказываешь больше украинский заказываешь и приносит тебе и приносит тебе один единый чек где вот все это расписано понимаете почему потому что мы дали своему мозгу открыться понимаете открыться если бы я бы был бы 40-летним бюрократом я бы не смог бы открыть понимаете потому что вот эти 10-15 лет опыта всегда тянет обратно всегда не говорю это нельзя вот так нельзя у тебя есть некая так сказать скобки вот этих скобках я думаю что как раз вот эта проблема сейчас я скажу я ехал сейчас на такси и мы с таксистом разговаривали про новую полицию которые тоже грузины делали и это очень смешно он рассказывает меня останавливают я по старой памяти начинаю кричать как со старой милицией я остановил слушайте а почему так со мной разговаривает действительно это первый раз я подумал почему я так разговариваю потому что это был старый дядька с большим животом который работал в полиции в милиции сто лет а теперь молодой парень у которого нет живота и который не привык что к нему там как-то какие-то крики он просто делает свое дело он оставит машину ты нарушил заплатишь штраф едет дальше но я просто хочу в украине тоже большинство населения не оправдывает иногда когда молодых назначают я просто хочу вот с вашего эфира обратиться доверяйте вашим сыновьям дочерям доверяйте вот поколение который у вас семье растет у них вообще другое мышление понимаете они по-другому мир видят они по-другому ощущают они хотят построить громадную страну украина которая процветает они хотят чтобы у вас была хорошая зарплата у бабушки была пенсия нормально конечно да давайте дадим им возможность мы ведь видим что вот меняются власти всегда к вот примеру есть даже пример как бы молодого где-то назначать все сразу на да кстати вот эта девочка я даже не знаком это дева дева вот эта девочка да в мвд да я думаю что это единственное сейчас осталось может быть хорошее это сказать в этом министерстве может быть один из да почему ненадолго да да я не знаю мелкие критикуют почему она что-то сказала где-то сказал я по фейсбуку читаю но я как будто как будто вот когда слышу когда как-то она хочет что-то изменить поменять понимаете то же самое другие я вообще не знаком с этой девочкой да то же самое в парламенте есть молодые ребята которые хотят понимаете потому что они думают что у меня будущее вперед я еще молодой я должен еще расти я должен чего-то достигать да еще чего-то сделать и самая серьезная рекомендация для всех министров не знаю там замминистров и так далее меняйте полностью команды меняйте вот знаете вот есть дарпа такая американская организация они изобрели интернет gps они минимизировали которые у нас есть у них есть правило такое если не отборочек каждые три года они меняют менеджмент знаете почему потому что если больше трех лет один и тот же человек руководит какой-то структурой уже застрянет в одном каком-то скорлупе и не может уже ничего изобретать понимаете если бы они бы оставили такого того директора во время кого там интернет изобрели потом gps не сделали бы и другие вещи не сделали бы это это процесс менеджмента я вам скажу такую интересную вещь как случайно может не случайно в мире говорят нет ничего случайного как раз вчера вечером читал большую статью такую почти научную в центре центра карнеги московского в россии про характер лукашенко президента беларуси и они говорят они очень академичная статья там никакой критики так все очень красиво ну 23 года вон сидит даже если он самый лучший самый хороший во первых у него голова в советском союзе да а нет я не знал они отвечают 7 ноября вот этот день октябрьской революции я думаю ну ладно первое мая ну ладно ну ладно 23 вот это февраля но 7 ноября какое отношение имеет вообще ленин к беларуси он там был хоть раз в жизни своей но он отмечает и вот у него в голове вот то я думаю чтобы в мире вокруг не происходило вот это такое место где сидит человек я не говорю о том что он там террор устраивать своим гражданам там и они это ладно это белорусские дела но вот это такой такая вещь что ты никогда не будешь смотреть на завтра сто процентов мы ты не будешь на среду только в том же а вот мой папа со мной красный галстук и мы ходили 7 ноября там махать плашками вот все вот знаете знаете в чем дело что вот вы вы сам мы каждый из нас если посмотрим на себя у нас какая-то в голове некая механика есть который нами двигает любой любой проект и любую ситуацию мы видим со своей стороны понимаете и эта механика хотим мы не хотим создается вот когда нам 20 вот когда нам 25 вот как тогда и формируется да исходя из нашей практики что там мы читаем образование получаем с кем-то с чем-то общаемся с кем-то общаемся да я поэтому и говорю что сейчас настало время когда новое поколение должно прийти вот кстати я просто хочу очень коротко сказать сейчас в грузии реформы не идут так быстро как шли до того знаете почему знаете почему тоже постарела уже та бюрократия которая там была опять новые надо поколение постоянно надо обновлять вопрос про китай страшный а как все таки дэн сяо пину которого было явно не 20 и не 25 и не 40 и не 50 но он еще в восьмидесятых сказал ребята или мы сейчас будем делать реформы не в политике хотя бы в экономике и дадим зарабатывать тоже молодежь будем подвигать или у нас еще не мы по мы умрем и и вот вот он со своим 90 лет он это понял как почему я думаю что не молодые люди в старом теле не есть люди которые в какой-то момент имеют прояснение в голове понимаете когда тебе 90 лет у тебя две альтернативы или ты держишься за власть и просто погибаешь вместе с этой властью или ты делаешь такое которое будет продолжаться постоянно вот китай а китая мы говорим да у них президент меняется человек лидер меняется обязательно это не диктатура та диктатура которая даже в россии да где после 99 один путин там править всем такого китае нету и конечно же в китае еще построено чего мы знали они знают кто будет следующим да вот когда уже сроки стекает они уже знают там два года кто бы у них своя система по-своему построили ну они даже дошли до того что несмотря на то что у нас одна партия несмотря на то что у нас демократических выборов нету если мы мозг не будем во главе менять мы просто застрянем какой-то процесс каждый из новых которые приходят лидеры они что-то новое приносят а что касается экономических реформ я полностью согласен тогда когда китай пошел на экономические реформы который создал сегодня шанхай да 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 вот эти все экономические зоны тогда даже развитые экономики они не могли идти на такие реформы фактически они свободные города создали свободные города на своей территории создали с нуля с нуля и за 20 лет все видят что это есть центр вот азийского к азийской экономики еще хуже хуже они взрослых богатели я тоже читал вот буквально недавно очень смешную статью что китайцы стали туристами китайцы не грани были туристами потому что не грани было денег стали туристами начали пить вино да 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 не пили закупки вина во франции огромные и они начинают путешествовать по по вот россии и строят свои отели где свои люди работают и русские говорят нам нет у нас нет места уже для работы да мы ничего мы не знаем что делать потому что надо выучить китайский язык а мы не хотим учить мы же ленивым и водку пьем зачем нам китайские заключить это почему происходит это сам собой когда экономика в стране развивается люди хотят все больше лучше понимаете у них экономика развивается рост экономики двузначный уже последние 20 лет фактически да конечно они развиваются они начали в вино не знали что такое в китае начали в сейчас приехали в грузию 5 миллион бутылок купила компания одна компания вот так вот 5 миллионов самый растущий быстро растущий рынок грозу для грузинского вина это китайский рынок понимаете сейчас вот китайцы приезжают открывают инвестиционный банк кстати они готовы в украине тоже инвестировать и так далее потому что они одно тоже понимают они не должны закрываться своей скорлупе вот в чем разница между китаем и примеру северной южной кава не северной кореи северной кореи да чем разница между ними это закрытое пространство это наоборот россия между в общем закрыта закрывается и закрывается россия россия проиграет у китая россия думают что они с америка должны боевать с нами вы с вами и так далее они проиграют у китая они по вам как только увидят что у них китай намного китайцы намного больше решения принимать чем они вот потому что у китая такая такая долгосрочная стратегия да если но во первых у китая как мне рассказали наши разведчики украинские у китая минимальный горизонт планирования 54 года да это минимум миниморум а китайская разведка работает на в два раза больше 108 лет что очень лет у дарпа удар по или у нас а извините у нас а в менеджменте знаете что самое главное первое первый этап первый шаг это видение если у тебя нету видение что-то хоть хочешь получить стать никакую реформу никакой стратегию никакой продукты не построишь вот смотрите насчет всегда будем задавать вопрос когда к вам приходят примеру украинские реформаторы или же реформы хотят кто-то сделать вот им спросите в чем ваше видение как вы видите эту систему через пять лет вот просто спросите я так все делаю да и не они получают да и они на стазу говорят я так вижу я вот так вижу вот когда ты будешь доволен вот когда ты скажешь что реформа состоялась вот скажи мне вот так не мы должны сперва побороть коррупцию это коррупция побороть коррупцию это тоже уже стало знаете как таким массовым словом бороться с коррупцией побороть коррупцию сделать вот третье десятое это ничего не значит если нету сути в этом да борьба с коррупцией повсюду повсюду должна быть борьба с коррупцией но это отражается в конкретных проектах как этих реформ инициативах конкретных продуктов какие-то законопроекты подзаконные акты конкретных департаментов вот этого нету все выходят мы боремся против коррупции как что ты делаешь шаг один шаг 2 шаг 3 где доходишь через год где через пять лет да и как раз новый закон по госслужбе которые приняли я думаю что это большая ошибка еще большая ошибка для украины я скажу почему почему там если это цикл цикличность или как это называется что продолжительность госслужбы что за продолжительность для кого для тех людей которые не реформируют эту страну вот как вот что за продолжительность наоборот надо менять и менять пока не придет та команда которая будет реальной реформы делась так ведь а мы закрываем там у вас вот этот закон насчет вот госслужбы, фактически сделано так, что даже если человек виноват в коррупции, тоже невозможно снять с должности, да, и может наоборот вернуться, по-моему, Шокин подал, да, в это, чтобы вернуться на генпрокурора. На генпрокурора, ну, смотрите, смешно просто, ну, смешно, да, а вот эти законы создаются, поэтому надо идти по другой линии, по другой пути. Вот сейчас, кстати, запускается реформа здравоохранения, очень хорошая инициатива, очень хорошая, я вот, я даже, не знаю, там сегодня встречался, я сказал, что просто так поучаствую, чтобы хотя бы вот там мы сделали с нуля какую-то такую реформу, где реально граждане почувствуют на себя, что что-то меняется, правильное надо введение там сделать, потом правильные шаги сделать, да, что с 1 января если что-то меняется, не в негатив это пошел, реформу критиковать очень просто, очень просто, все выходят и говорят, что ты плохой, ты ничего не сделал, ты очень плохо, давай иди делай ты сам, да, и поэтому решительность, вот инициативу на себя не берет никто. Вот сейчас вот эта команда есть там с парламента, насколько я знаю, там Березенко, там это как его министр, замминистр, вот хорошая команда есть. Вот я просто им сказал, что, ребята, вот просто у вас, на вас сейчас надежда, да, вот или состоится реформа здравоохранения, или опять провалится, как и провалились, ни одна, провалился ни одна реформа. Я думаю, что там обязательно надо хорошо поработать, я думаю, что хорошие результаты можно получить. То же самое, децентрализация. Есть очень хорошие, знаете, что есть? Очень хорошие результаты. Реально ведь вот эти громады создаются, эти громады больше бюджет получают. Но надо сейчас механику гражданского контроля создавать. Вот как эти деньги будут выделяться? Ну, это сложно, потому что мне рассказывают истории, особенно на Западной Украине, очень смешные, когда они сразу... А, у меня есть деньги. Две секретарши по 15 тысяч евро каждой машиной, две, два водителя. Но уже появляются люди, вот гражданского, которые говорят, стоп, это не тебе. Это наше, это не твои две машины. Вот сегодня я разговаривал, еще очень хорошие инициативы, что даже муниципальные полиции создавать, которые будут... Не надо криминально организованной преступностью, никогда они не смогут заниматься. Конечно, конечно. Но локально, вот давайте мы бы... Вот давайте еще на полномочия дадим гражданам услышать, что... Да, во дворах, что-то тут, да, на улице. И пока избиратель не научится, что я получаю, исходя из того, за что я голосую, пока всегда будет проблема. Давайте еще глубже пойдем. Проблема в чем? За гречку, когда человек голосует, получает, опять говорят, то есть это ведь формула. Я даю тебе гречку, я потом зарабатываю тысячи тонн гречки на один голос, который я тебе дал, но голос продал ты. Ты продал голос, а не я, когда это как его... Я всегда буду покупать. Если дешево, я буду покупать, понимаете? Любой парад. Да, потому что я 10 раз больше инвестиций тут делаю, 10 раз больше я отсюда зарабатываю, да? Это как, не знаю, там, фондовый рынок, да? Я как биржу акцию покупаю, там, если я покупаю за 0,1 центра и продаю за 100 долларов, почему бы и нет? Отлично. Так что давайте все подумаем о том, что не надо за гречку продавать. И вот эти первые изюминки, вот эти первые моменты, сейчас из-за вот этого проекта Децентрализация, мне очень нравится вообще вот этот продукт, появились. Сейчас самое главное, самое главное, много говорить, вот по телеканалам, чтобы вы освещали все, многие говорили, как вот эти механизмы можно использовать, чтобы гражданам учить, что не надо гречку, вы можете получить 100 килограмм гречки, а не 5 килограмм гречки, если правильно используете те рычаги, которые у вас в руках, да, если правильных людей. Вот просто, если бы они сделали хотя бы цель на того, чтобы не буду опытных выбирать, давайте, молодняк, давайте запросим, доверяйте, я всегда говорю на своих этих выступлениях, доверяйте вашим сыновьям, вашим дочерям, доверяйте вашим детям, да, я не говорю, что приведите откуда-то кого-то, вот вашим, они ведь у вас в семье росли. Я такой, что и откуда-то бы привел, потому что моя версия очень простая, надо брать иностранцев, надо брать молодежь, потому что иностранцы... Вот иностранцев я бы, сейчас у меня в Грузии есть эта инициатива, обязательно я бы брал в судебной системе, вот, к примеру, судья Германии, германского суда, британского и так далее, и в основном, вот на коррупционные дела, я бы не создавал постоянный суд от них, потому что они тоже, может быть, немножко испортятся тут, да, а я бы, на каждое дело, приглашал бы разных судей. Вот. Я вам хочу сказать, что много лет назад, ну, не так уж много, к сожалению, покойный Каха Бендукидзе, мне говорил, что он просто взял судебные, ну, фамилии судей, американских, это вот, очень интересный разговор был, открыл, говорит, там такое количество украинцев, которые знают украинский язык, говорит, берите их оттуда, они с удовольствием приедут, на месяц, на год, на полгода. Не надо поставить, просто на каждое дело, да, пусть приезжают, дело Януковича, пусть приезжают. Я бы посмотрел, там прокуроры американские, с украинскими фамилиями, там судей американских, украинских, море, берите, делайте, у вас, говорит, у вас гораздо лучше, чем у нас в Грузии, потому что у вас очень много можно брать из Америки, из Канады. 100 процентов, 100 процентов, в Канаде у вас, я еще скажу, модуль Украины, вот такая конференция была в Оксфорде, канадская диаспора организовала, это было еще 2010, по-моему, я удивился, вот я даже не знал, я первое тогда узнал, что у вас такая сильная диаспора в Канаде, как этим нельзя пользоваться. Кстати, канадский пример, один из самых активных примеров в мире сейчас. Ну, слушайте, и у нас, моя подруга, министр иностранных дел, я просто, у меня глаза вылезли на лоб, потому что мы дружили 30 лет назад. Канада очень интересная страна по строению своей экономики, по правилам, Канада, иногда в Америке шутят, это улучшенный вариант Америки. Конечно, она европеизирована больше, социалки там больше, вот каких-то таких вещей. Вся эти моменты есть. Так что, смотрите, я, еще один вопрос, мне всегда задают, я оптимистичен или нет. Я оптимистичен. Я оптимистичен. Ну, что вы рассказываете, то, что вы рассказываете, не вполне оптимистично. Не, не, это оптимистично. Пока тут не выходит, тут не выходит, тут не выходит. Почему? Давайте сейчас расскажем, где выходит. Две минуты у нас только, две минуты, у нас лет много времени. Я думаю, что децентрализация, хорошая реформа и выходит. Я думаю, что есть такие победы, как в админуслугах меньше коррупции. Прямо скажем, вот земельная регистрация, регистрация имущества. я всегда проверяю, сейчас очень мало слышал, что где-то коррупционные деньги платили. И эти услуги там идут. Но надо еще больше делать. Я думаю, что вот очень интересный проект у Министерства регионального развития, новые школы, новые концепты, потому что образование, это то, где мы должны. Я видел эти школы, Лева Фарцхалат за этим занимается, очень хорошее. Здравоохранение, вот Березенко, вот ребята занимаются. Я просто сегодня это читал. Я бы дал больше возможностей, больше понамочить. Давайте быстро, быстро, быстро меняйте. Вот эти направления есть. Что касается антикоррупционного бюро, которое, давайте скажем, что никто не ожидал даже того, что они уже делают и должны еще больше делать. Некоторые победы есть. Но мне хочется, вам хочется, всем нам хочется намного больше. Это не хватит. Но один момент, который я бы гражданам сказал, это то, что граждане должны участвовать. Потому что, если граждане будут думать, что кто-то за них это сделает, какие-то люди, ничего не будет. Это советская парадигма. Ты видишь плохое, иди и говори, вот тут плохо. В чем разница между развивающимися странами и развитыми странами? В развитых странах психологически, гражданин думает, что я должен, я должен сам принимать решения. В развивающих странах, такие как мы, вот нам не нужен герой, который придет, и не знаю, там саблей победит коррупцию. Этого не будет. Не будет. Пока мы каждый день не будем в этом во всем участвовать. Мы не будем во всем, не знаю, там наш голос не будет зависеть от всего этого. Не, мы умеем этот опыт 2004 года, когда была революция первая, и все подумают, ну мы походили на Майдане, теперь пусть они, пусть правительство занимается. Да. И вот появился Янукович. Вот результат этого всего сразу. Ну да. Поэтому надо суда. Я думаю, что каждый власть одно должен думать. Сильнее власть, чем была власть у Януковича, я мало представляю себе. в ближайшем будущем, да. Но они за один день, за один день это произошло. Прах и все потеряли. Они не думали, что потеряют, да. Они думали, что у них всю жизнь... Мы сильные, мы сильные. Каждый министр, который сидит у себя в кабинете, каждый пример, который сидит у себя в кабинете, должен думать об одном, да, что это все временное, что они на всю жизнь там не сидят. Так что, когда их уволят или когда они не будут, чем они будут гордиться? Хотя бы один проект, который они скажут. Я вот это сделал. Пока гордятся, по-моему, заработанными, не заработанными, а украденными деньгами. Закончилась программа. Спасибо вам. Спасибо вам, Георгий Вашадзе, грузинский политик, заступник министра юстиции Грузии в 12-м році, а зараз помечник Украины в здействии украинских разноманитных реформ. Спасибо, что смотрели, и мы почуемся, и побачиваемся за тиждень, и спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Очень хорошая передача. Ну, у нас плохих не бывает. Ну, как же мы можем позволить себе плохие передачи? Это даже странно.